всем привет в одной из программ о как громко я назвал программ у нас теперь программы в общем в один из базаров моих таких непритязательных я сказал что не люблю джазовую гитару ну в смысле когда чистая гитара чистый звук чистый джаз и джазовая гитара не люблю да правда есть про есть исключение безусловно об одном из них мы сегодня и поговорим с вами я в силу того что действительно мне не нравится вся эта история с джазовой гитарой я много лет не слушал по этому тени ну как мне казалось что это вообще во первых очень сладко очень поп как мне тогда казалось почему-то не по непонятным причинам совершенно и и и вот это вот все вот это вот вот это вот джазовая история гитарная она меня не привлекала совершенно тем более по отметине приезжал как-то в город ленинград играл на стадионе с небольшим бэндом звук был ужасный и и выглядело все это достаточно тоскливо потому что ну в любом случае для такой музыки нужен хороший звук а во вторых у меня было предвзятое отношение к этой музыке но потом я стал слушать как-то случайно вдруг услышал нормальном качестве нормальные записи по этому тени и влюбился но всегда в музыку этого товарища потом узнал что этого товарища чуть ли не 20 грэмми хотя грэмми я отношусь очень плохо по непонятным для меня причинам я не люблю вообще эти все премии потому что музыка это не соревнования это не спорт кто лучше кто быстрее кто громче кто по каким критериям определяется вообще кто кто лучший музыкант мне непонятно это вообще чудовищно мне кажется что значит лучший музыкант кто лучше бах или моцарт или бетховен давайте спорить кто лучше шостакович или прокофьев чайковский или мусоргский кто лучше но это примерно из той же оперы что и грэмми кому дать первый приз так вот люблю много лет но странную любовью как лермонтов говорил в одном стихотворении на другую тему совершенно но в двадцатом году я прочитал в интернете мне приходят рассылки о новинках разных они вам тоже могут прийти кстати игре all music guide подпишитесь и будут вам каждую неделю сыпаться все новые альбомы смотрю вышел новый альбом по этому тени и тут я понял что по этому тени в городе санкт-петербурге обладает невероятной популярностью я пошел в один магазин у вас есть поэтому эти не а магазина у нас нормальная уже в нашем городе потому что пластинки до официального релиза в них не появляются но в день релиза как правило они уже появляются потому что но это сложно объяснять технологию релиз объявляется тогда когда пластинки уже лежат в магазинах как правило чтобы объявляется релиз 1 октября там выходит новый альбом бац и 1 октября он во всех магазинах уже лежит вы понимаете что завода не привозят их 1 октября сразу все готовится и нормальные магазины хорошие в нашем городе они тоже выставляют на прилавок пластинки в день релиза пошел в один магазин грю есть новой мы тени был кончился ну ладно пошел в другой магазин под мы тени новый пришел пришел уже ушел уже разобрали и так на протяжении недели я ходил и не мог купить потом на протяжении месяца я ходил не мог купить нигде потому что был закончился разметают с диким свистом пластинкой поэтому тени у нас да вот такой город культурная столица ничего не скажешь но потом я дождался 2 привоза и все-таки все-таки взял вот этот альбом и надо сказать не разочаровался from this place он называется альбом двойной правда в одинаковой обложке не разворачивается длинный со вкладочкой небольшой вот такой вот красивый и скромный скромный как и хотя музыку мы тени не могу назвать скромный она конечно очень яркая очень красочная а вот этот альбом он еще и совершенно кинематографичный настолько визуализирован когда начинаешь его слушать какие-то такие образы 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 сплошные образы и основные образы я могу сказать это то что изображено на обложке то есть облака облака разной формы разного цвета с разной скоростью несущиеся или плывущие или стоящие в небе по небу или на небе да и это первое что приходит в голову когда начинаешь слушать этот альбом у меня потряс своим звуком звук совершенно удивительный такого звука у мы тени никогда не слышал мы тени всегда звук яркий конкретной четкий особенно в альбомах там условно говоря последних там уже просто такое все вылизано и и все звенит и и и играет и переливается и ярко объемно здесь тоже объем на здесь еще более объемно потому что вот вы были когда-нибудь наверняка были много раз что я спрашивал в опере скажем в старом зале в каком-нибудь концертном вот я могу сравнить ощущение между классинками мы синия там десятилетней давности и вот этой двухлетней давности например когда я был в мариинке с женой на пиковой даме в старом зале мариинского театра старый зал там звук был один к потом когда мы пошли на другую оперу в новый зал мариинки только что сделано по всем законам а ну на тот момент время только что сделали по всем законам акустики современной все звучит все все прямо вот как будто цифра как будто компакт диск слушаешь другой звук и здесь звук старого концертного зала и ощущение такое что все сыграно вживую тем более что здесь играет еще симфонический оркестр и такой мягкий живой дышащий звук все дышит все живо такое ощущение что в живую играет бэнд потом я узнал что бэнд записывался и на вкладке это видно по фотографиям что бэнд записывался в студии как положено в камерах каждый каждый в своей камере контрабасист к контрабасист как здесь женщина в одной камере в наушниках мы тени в другом месте с гитарой наушниках и в общем и барабаны тоже в камере в отдельной и все это не вместе совсем было записано как положено в студии потом уже был наложен оркестр но оркестровка писалась сразу но они решили сделать так совместить оркестр с джазовым бэндом своим чтобы оркестр не лез вперед не ничего не было чтобы все это уравнять выровнять убрать оркестр назад увести в основном и получился настолько живяк настолько не студийное звучание в хорошем смысле этого слова настолько мягкое теплое что я был совершенно очарован с первой же пьесы как так можно неужели вообще даже и живой концерт так не записать настолько круто а потом я стал читать рецензии и слушатели пишут ужасный микс ужасный грязный микс вот если бы записали нормально было бы хорошо но кому арбуз кому свиной хрящи как-то классик конечно кому цифровой поток в интернете а кому виниловый диск а кому-то и просто живое исполнение я могу сказать что звук уникальный фантастический как и музыка сама я уже сказал что симфонический оркестр здесь присутствует и вот этот джаз джаз рок фьюжн как угодно называйте но конечно это никакой не джаз рок никакой не фьюжн это отдельная музыка поэтому и тени с симфоническим оркестром я напоминаю америка and the fire and the find не определенная америка первая пьеса грандиозная на 13 минут and the find это значит написано было она в момент перед выборами трампа и мы тени очень переживающий за америку не понимал в каком состоянии будет америка куда она пойдет и что вообще со всеми нами со всеми ними и со всеми нами будет это очень точно отражено в этой самой америка and the find начинается с каких-то непонятных технических звуков что странно для мы тени просто какой-то пинк флой вдруг потом вступает фортепьяно прекрасная здесь прекрасный пианист и изумительный совершенно и начинается развитие этой пьесы пошагово так пошагово ступая вперед ступая и шаги тяжелее 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 делаются и потом появляется оркестр выплывает сзади он он не лезет вперед нигде не 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 единого такта нет чтобы арб рубил оркестр урежь марш урежьте марш никто тут ничего не урезает и так так мягко и плотно как как подушкой такой тебя прижимает как будто огромное облако вот это вот вот это вот темное облако опускается на землю и выходит в такое крещендо извините за выражение под конец из этого крещендо появляются звуки паровоза поезда неожиданно вдруг опять-таки пинк флойд какой-то просто появляется этот поезд голоса людей потом все стихает потом снова нарастает в общем вот так вот про музыку и рассказывать тише а потом громче а потом снова тише а потом опять громче как здорово и мэти не играет как бы сзади немножко все время все время сзади ним не по не по долям сзади а по звуку чуть-чуть сзади гитара с прибранными высокими мягкая очень такая так такая не даже не сказать что нежная а именно мягкая именно мягкая сзади и и так это все плотно и здорово и непонятно в каком стиле это пьеса вообще с написано и не симфонические арки не 7 не симфоническая музыка и не джаз и не рок а просто какая-то красота облака которые плывут на тебя и ты просто приходишь восток но на white and far в следующем номере все становится на свои места начинается джаз матине как мы привыкли с хорошей быстрой гитарой с невероятными барабанами которые железом барабанщик работает фантастически вот это железо она еще еще больше мягкости придает общей вот этой палитре все время шелестит все время звенит подзвякивает опять шелестит шепчет шуршит и и очень здорово пианист перехватывает инициативу все вместе потом играют а потом остается контрабас контрабасист тка которая играет соло не хуже чем контрабасист любой а то и лучше любого контрабасиста его на второй стороне первая вещь грандиозная почти роковая такая штука тоже она не она не сразу роковая она так и дает хотел сказать дает джазу но дает почти рока с мягкой гитарой матине опять-таки с мягкой никакого никакого фуза овердрайва и квака даже близко нет и тем более гитарных синтезаторов которыми матине пользовался очень много и на большом количестве пластинок same river следующий номер плавная нежная пьеса классическая матине вская хорошей гитарой а вот за не следующая патмейкер еще один заход почти в рок где проявили себя все и матине и контрабасист к и барабанщик и пианист и такого драйва сумасшедшего в ламиле что бог ты мой будет понимаем что перед нами люди и руководитель который имеет 20 грэмми все тут просто полный полный атас the past in us первая на третьей стороне эта пьеса если туда положить голос синатры то получится что-то из альбома он ли он ли он ли примерно классический американский джаз пятидесятых годов медленный и очень красивый everything explained it и from this place пьеса с женским вокалом от которой таешь уже совсем таешь и растекаешься по всем местам где ты только не находился бы настолько все красиво 66 на четвертой стороне первая пьеса критики и ругают я читал а мне очень понравилось опять таки и 66 и бонус здесь love me take a while опять-таки классический американский старомодный немножко но очень крутой современно сыгранный джаз гитарный тот который я не люблю этот из которого я совершенно впадаю в экстаз когда слушаю в исполнении поэтому тени в общем from this place пластинка которая рекомендую всем и тем кто любит джаз и тем кто не любит джаз она просто хорошая это просто высочайшего уровня прекрасная музыка from this place поэтому тени 2020 год ну старенький уже альбом уже не новый что подержишь люблю старье двадцатый год тоже общем имеет право на существование пошел пить пока